Беларусь Дело в том, что диффузии, процессы, которые происходят с камнями, с минералами, они должны соприкасаться с камнем, тогда это вечность, он начинает дышать годами, оживать, и это живет как-то своей жизнью, это просто какая-то магия. Техника, у якой працю и мастачка, называется минеральным россыпом, аутерская ноу-хау. Что степодобное робец маэстры камнерезного мастацтва, а легкомянитам дробец на кавалке. Тут же паукаштовные камянина в шталт малахиту, гранату, радониту, измельчают с литерального пыл, а гэты пыл изъявляются фарбой для написания образов. Они могут между собой перемешиваться, как обычные краски, толще, тоньше, то есть варьирование фракции камня дает глубину, и прозрачные породы, такие как хризалит, янтарь, сердолика, они кладутся сверху и уже тогда играют. Усе фарбы створаются уручную, самоцветы дробятся у ступцы. А затем просеиваются житёвый цикл кристаллов супараунальны за взрослым планеты галактик, камяне редко смянеют и любят яркое солнце. Усе образы достатково невеликого формата, максимум 20 на 30 сантиметров. Выконаны по церковных канонах, и сперша га погляду сдаеца написаны аллеем на полотне, али на самой справе гэта вельми тонкая пластинка мармуру. Одна икона гэта некальки месяцев скурпулезной працы, бувыя востварается со шматликих слоёв. Клей на его пыл самоцветов высыхает и по-новому. А затем шлифовка, протирка и домалёвка деталёв. Для работы мастачка выкористовывает стоматологичные иголки и шлифовальные машинки. Замоцовывается образ каучегом с древа, навод при падении, и он не разобьется. Алена Бормотова, Виталь Селяук, агентство Телиновин.